НАМО МАХАВАДАННЯЙО КИШНА ПРЕМА ПРАДАЯТИ КИШНАЙО КИШНА ЧАЙТАННО НАМНИ ГАУРО ТИСЕЙ НАМАХА Гаурия Гоштипати СИСИЛА БАКТИ СИДДАНТО САРАСВАТИ ГУСВАТИ ГУСВАТИ Гаудия Гоштипати СИСИЛА БАКТИ СИДДАНТО СРАСВАТИ ГУСВАМИТА АКУР ПРАХУПАТИ Я сказал, что любая тема о Кришне, она великолепна, она чудесна, она настолько чудесна, что многие не могут поверить, что это могло бы случиться, что это могло случиться. Гаудия Гоштипати СИСИЛА БАКТИ СИДДАНТО СРАСВАТИ ГУСВАМИТА АКУР ПРАХУПАТИ СИСИЛА БАКТИ СИДДАНТО СРАСВАТИ ГУСВАМИТА АКУР ПРАХУПАТИ На самом деле, Шила ГУСВАМИТА АКУР ПРАХУПАТИ, он дает определение. Мы в прошлые дни говорили о великом даре Шричитане Махапрабху, о том, почему Шричитане Махапрабху пришел в этот мир, какова причина этого. И Рупага Свами Паттон написал этот стих о Шричитане Махапрабху, что «О, ты Кришна, и ты стал Шричитане Читане, ты Махаваданьяя». Мы будем говорить об этом. Что значит это слово «Махаваданьяя»? Это значит, что благодаря этой аватаре мы можем обрести великое благо, то благо, тот дар, о котором мы не смели даже мечтать. Во всей истории человеческой цивилизации никто не мог даже представить этого, и поэтому говорится о Махапрабху как Махаваданьяя, а Кришна Прэма – это наивысшее сокровище. Кришна Прэма – это самое ценное. Мы не можем сравнивать Кришну Прэму ни с чем иным. О Господь, даруй мне Кришну Прэму, сделай меня Своим слугой и дай мне это сокровище, чтобы я смог стать богатым. И вчера я говорил о сокровенной причине явления сочетания аватара. Я говорил о той причине, почему Махапрабху явился в этом мире. И как он явился, и я говорил об этом. На самом деле, какое же великолепие Радха Прэма. И та сладость, которую он вкушает, о том, как Радхарани чувствует мою сладость, и как это возможно, и какое чувство, какое трансцендентное блаженство. Какое великолепное чувство Радхарани чувствует. И все эти, и это три причины, по которым сочетание Махапрабху явился в этом материальном мире. Я уже говорил о том, что Шри Чайтани Махапрабху, я имею в виду Шри Кришна Бхагаван, который пришел в форме Шри Кришны Чайтани Махапрабху, он полон расы. И я также вчера говорил немного о Расататве, и сегодня хочу продолжить о том, что Кришна, когда ушел из этого мира, то Он думал, что люди, они не смогут понять Меня. И никто не сможет, если я не объясню, почему я совершал те конкретные лилы, то никто не сможет понять. И после этого Бхагаван Шри Кришна, Он явился в форме Шри Чайтани Махапрабху. Как Он явился, я уже объяснял это, Радха и Кришна, они объединились, они приняли одну форму, одну сварупу, после этого они явились. И особенность сочетания Аватара в том, что Кришна – это Сам изначальный Верховный Господь в Упанишадах, в Веданте. Он называется, зовется Анандам Брама. В Упанишадах также можно найти вот эти слова о нем и прочие описания. И вот Анандам Брама, Ананда, значит, это блаженство, наслаждение, энергия радости. В Хладине Шакти и Ананда, вы в одиночку, вы не можете получить радость, блаженство, если у вас нет возможности обмениваться чувствами с кем-то, то настоящее блаженство мы не получим в одиночку. И поэтому Анандам Брама и Расова Исаха, эти все определения, я говорил о Расататве. А Раса значит... Одно из значений – Раса. И вот какая разница между этими двумя словами. Я говорил Анандам Брама, что значит... Есть два значения этого. Одно из значений – то, что Он источник всей Ананды. Он же источник всех Рас. И в то же самое время, Он может как даровать наслаждение, так и принимать. И эти... И это вот два значения этого определения Господа. И вчера я говорил об этой шлоке так же... И что значат эти слова? Это значит, что если мы мыслим, думаем, размышляем о чем-то и... И Брама, Он в Своих молитвах говорит... Что мое знание, мое все... Мой разум, я хочу отбросить это все. Я не хочу использовать мой ум в попытках понять Верховного Господа. Намантьева, значит, с полным самопреданием. И сейчас я хочу находиться с преданным, с Расик Бхактой, полностью предавшись Тебе, чтобы узнать Таттву о Тебе. С Саду, они могут воспевать Твою славу. И если я буду находиться с ними и слушать с их уст о Твоей славе, Швишонадча Краватья объясняет значение этих слов, «Станэститта», это значит, находиться рядом с... То есть Макаратья объясняет эту шлоку, произнесенную Господом Брамой. Что значит «Станэститта»? «Станэститта» значит, где находиться. И вот так в них говорится, что Баба хочет находиться в достойном месте, там, где находятся Расик Бхакты, которые могут воспевать о славе Верховного Господа. Я буду слушать их восхваление Верховного Господа. И тогда я смогу избавиться от влияния материи. Этот шлок, она очень важна. Продолжение следует... Продолжение следует... И когда мое сердце станет ясным, сияющим... Что значит сатья в этой шлоке? И это слово, значит, Рупагасвайпад говорит сатья, значит, когда ваше сердце полностью... Оно охвачено чувством Кришны и больше ничего нет в вашем сердце, когда ваше сердце полностью... Полностью захвачено Кришной, то есть любые... Сатья на санскрите значит то, что вечно существует... Это не значит, что оно сейчас есть, а завтра пропало... Нет, сатья значит нечто вечное... И вот когда ваше сердце станет чистым и сияющим... И когда чувство Кришны, оно захватит все ваше сердце, то... Что такое раса? Если раса не великолепна, то это не раса... Раса значит нечто великолепное... Поэтому.. Ваше orgase или ин 1 2 3 2 5 16 Если мы материальные вещи, мы можем испытывать наслаждение ими с помощью материальных органов чувств. И вот Махамахаш говорит, что есть пять видов… Час я муссель упустил. Кришна он источник всех аватарий, он аватарий. Кришна он аватарий и все источники всех аватарий, вся сила она в нем, вся энергия она в Кришне. Но когда Радхарани вместе с Кришной, то если не Радхарани с Кришной, то они отдельные, они не объединились. Их можно видеть отдельное существование, как Кришна, так и Радхарани, как во вооружении, например. И вот в том же вооружении можно видеть их раздельное существование, как Кришна, так и Радхарани. И там можно видеть, что Кришна – это высшая виграха, а Радхарани – ашрая виграха. Радхарани – это наивысшая ашрая виграха, а Кришна – высшая виграха, соответственно. Но они две отдельные личности. И там Кришна, он, с ним можно иметь пять видов раз, пять видов отношений – Шанта, Даси, Асакья, в отце Алии Матхурия, и Кришна также. И вот преданные они могут иметь отношения с Кришной в дружеской, нейтральной расе служения супружеской и родительской. И вчера я говорил, что Матхурия раса – она источник всех рас. Все расы, они находятся внутри Матхурии расы. В Матхурии расе можно найти все расы. И та причина, по которой пришел Махапрабу, это причина, поскольку Кришна хотел вкусить вкус того, как Кришна захотел узнать, какое чувство Радхарани испытывает к нему. Он хотел узнать это чувство Радхарани к нему. И вот Бхагаваджи Кришна, он захотел узнать это чувство Радхарани к нему, но это практически невозможно, поскольку… Почему для Кришны было невозможно забрать чувство и цвет тела Радхарани? Я вчера говорил об этом, что это было нельзя, поскольку Бхагаваджи и Сварупы они не раздельны, они практически одинаковы. И когда Радхарани, она объединилась с Кришной, и они приняли единую форму, то в той Сварупе, в той форме, как Радхарани, так и Кришна, они стали единым существом. И Кришна уже там, Вишай Виграха и Радхарани Ашрай Виграха, они стали одним существом, но Ашрай Виграха доминировала. И вот Шичатани Махапрабху, он… Являл различные чувства… В Шичатани Бхагавати рассказывается, когда пришел какой-то Випра, Брахман Махапрабху показал ему свою собственную форму. И вот Брахман, который путешествовал, он пришел в дом Джаганадхи Мишры, и этот Брахман, он три раза готовил подношение Господу, но Махапрабху приходил и забирал его подношение. Брахман сердился, говорил, что ты оскорнил мое подношение и заново готовил. И так на третий раз Гуран Гамахапрабху был вынужден показать ему свою собственную сварупу. И это есть одно из его проявлений, как явление могущества. И второй раз тоже случилось, и потом в следующий раз перед Сарабаму Аббатачари, перед Нитянадой Прабху. Перед Раманадой он также явил свое могущество, но в нем преобладала Ашрая Виграха. И вот для Кришны было невозможно получить тот вкус, который испытывает Радхарани к нему, не объединившись с ней. И когда они явились в форме одного существа, то Кришна, как Раджа Госвами, говорит, что ни в каких шастрах, ни в этих, в этом мире, ни в других мирах нигде не описывается такая. Баба, который явил Шри Читани Махапрабху, даже в шастрах этого нет. И Кришна, как Раджа Госвами, говорит, когда Шри Читани Махапрабху явил такой прям векар, то это было практически невозможно, в шастрах нигде не описывалось такого. И также в оборендовании, когда Радхарани явила такую лилу Маданакшабабху, которая великолепна, но в то время Курмоба, я имею в виду, как Курмоба, она приняла форму. И вот когда Господь из-за Маданакабабы упал где-то, то в то время его тело поменял форму. Его тело стало больше в несколько раз. И такую Бабу Кришна, как Раджа Госвами, говорит, эта Баба практически невозможна. Даже в Раджалиле нигде не случалось с Радхарани, поскольку в то время Радхарани одна была, а здесь Баба Кришна и Радхарани, они приняли общую форму, и поэтому явили такую лилу. И вот Кришна Дас Каверадж Гусвами говорит на Бенгале такие слова. Что значит «Расик Шикар» в этих словах? «Расик Шикар Кришна Корон Корон». И эта корона — это милость. «Расик Шикар Кришна Корон Корон». «Расик Шикар Кришна Корон Корон». И вот Кришну называют «Расик Шикар Парам Корон». А какое из этих определений первое относится к Кришне? И Кришна Дас Каверадж Гусвами говорит, что Парам Корон — это определение более важно, поскольку благодаря Своей милости Кришна, Он хотел проявить Мадхурью. Но хотя я говорил, что Мадхурья постепенно увеличилась. Кришна — Он источник всей Мадхурьи, но перед Татхаране, перед Гопи, Его Мадхурья, Его сладость, она увеличилась. И в Читане Читамрите говорится так, что что между чувствами Кришны и Радхаране они соревновались с друг другом в Своей силе, но они увеличились постоянно до бесконечности. И перед Радхаране Кришна мог явить Свою Мадхурью. Смотрите, когда Кришна один, Он не Мадхурья, только вместе с Радхаране Его называют Мадханом. И вот Кришна, Он выражал Своё чувство Радхаране, когда Кришна встречался с Гопи, Он был очень рад видеть их, и Гопи также были очень рады видеть Его. И вот чем больше Гопи были рады видеть Кришну, тем больше их чувство увеличилось, и наоборот, соответственно. И сейчас, если подумать, если Кришна, Он Расик-Шакар, Он хочет только наслаждаться. Если мы будем думать так, то тогда можно сказать, что Кришна очень эгоистичен. Если мы будем думать, что Кришна, Он хочет только наслаждаться, то если мы будем так думать, то из этого вытекает вывод, что Кришна эгоистичен. Но это не так. Из-за Своей милости Кришна, Он хочет и не только сам хочет наслаждаться, но и приносить радость преданным. Мы все преданные. Мы можем думать так, но Кришна тоже преданный. Мы преданные, мы любим Кришну, мы хотим служить Ему, но Кришна, Он также бхактиман. Это значит, что Кришна, Он показывает, Он являет чувство преданности к преданным. И таким образом мы можем также получить свидетельство из Бога. Там говорится, что Я не знаю ничего, кроме преданных, и они тоже не знают ничего, кроме Меня. И так взаимно у них есть такое чувство друг к другу, у Кришны к преданным, у преданных к Кришне. Продолжение следует... И вот на каждом шагу мы можем видеть, что Гупа Мадхурия, Нама Мадхурия и Гуна Мадхурия, они все... Лила Мадхурия и все... Сичитани Махапрабу, Он вкушает вкус всего этого и показывает нам путь, как достичь наивысшей цели. И когда Сичитани Махапрабу первый раз пришел в Пуршу, то Махапрабу один отправился на Даршан к Джаганадху и внутри храма Джаганадха Махапрабу он побежал к Джаганадху, чтобы угнять его. И в то время он по пути упал и потерял сознание, упал без чувств. И в то время случайно Сарабабу Батачарья был там. Сарабабу Батачарья был там и все те панды, они хотели избить его. Зачем он побежал обнять Джаганадха внутри храма? А Махапрабу это сделал из-за переполняющих его чувств. Он видел, как Кришна обнимает Радхарани и играет на флейте. И Джаганадху он был в форме Маддамахана и Сичитани Махапрабу видел его таким. И поэтому он побежал, чтобы обнять его. И по дороге упал без чувств. И в то время Сарабабу Батачарья был там. И он обнаружил, что когда те панды, они хотели побить Махапрабу, и он сказал, что не надо, подождите, такое чувство, оно невозможно у простого человека. Поэтому давайте посмотрим, что случилось. И когда Сарабабу Батачарья посмотрел на вторичные признаки Махапрабу, он понял, что что-то необычное случилось. И с Сарабабабу Батачарья он захотел забрать Махапрабу к себе домой. И вот он забрал его к себе домой, и по вторичным признакам он понял, что с Махапрабу он великая личность. И потом пришли преданные Махапрабу, начали петь Киртан, и Махапрабу опять вернулся в сознание. И потом внутри Гамхиры Махапрабу являл свой лилу в Гамхире. И там Сараб Гасай и Рай Рамананда, они сидели внутри Гамхиры, внутри комнаты. И в то время Шичитани Махапрабу они день за днем вкушали сладость Рагану Габаджана. Днем Шичитани Махапрабу он совершал Санкиртан и слушал Харикатху. А ночью, когда Сараб Гасай и Рай Рамананда не уходили, то в то время Шичитани Махапрабу ему было плохо. Он не мог даже находиться у себя в комнате. И была такая система, что Шанкар Пандит, один из спутников Шичитани Махапрабу, он спал перед дверями комнаты Махапрабу. И Шанкар Пандит, он там, а он даже брал его за ногой и сидел там, чтобы Махапрабу не убежал. И вот Шанкар Пандит так спал перед дверью, чтобы когда Махапрабу убегал, чтобы схватить его. Но так или иначе, Махапрабу он все равно пропадал. Даже когда закрывали Махапрабу на три замка, на три двери, то Махапрабу он иногда исчезал, а иногда нет. И иногда Махапрабу, когда он хотел выйти из комнаты, он ударился головой о стены. И из-за того, что он хотел выйти, а не смог. У Махапрабу был один слуга, его звали Говиндо. Он однажды разгневался на Рай Рамананду из Роб Гаса и пришел к ним и начал возмущаться, что вы говорите, что мой Господь, он всегда плачет, что вы не можете сказать ничего хорошего, чтобы Махапрабу смеялся. Почему после ваших разговоров он всегда плачет? И таким образом Говиндо разгневался. И тем временем, с Роб Гаса и Рай Рамананду, они взяли разрешение. Вот все считания Махапрабу, что Говиндо очень гневается на нас. «Давай, мы уйдем за отдых дней, завтра утром мы придем и продолжим». И тогда Махапрабу сказал, что вы говорите об отдыхе, когда вы говорите харикатху, когда вы совершаете киртану, то для меня это настоящий отдых. Иначе, когда вы уходите, как я могу отдохнуть? Я нахожусь в таком состоянии, что я не могу находиться внутри комнаты. Иногда я хочу убежать из этого гамхирамандира. И иногда случается, что все считания Махапрабу выходил из своей комнаты, и там сад был какой-то. Там росли разные цветы. Махапрабу смотрел на эти цветы, смотрел на луну. И иногда бывало, что гамхирам закрывали на три двери замками, но Махапрабу как-то убегал оттуда. И потом преданные, они искали Махапрабу, куда же он делся. И потом они находили Шетчатани Махапрабу у северных. А вот Джаганатха, например, где Шетчатани Махапрабу лежал. И все преданные, когда они искали его, когда они нашли его Махапрабу, посмотрел вокруг, спросил, где он. Где я нахожусь? Я был там, на Гаватхане. И Кришна пришел. Он играл на флейте на Гаватхане. И в то время Радхарани, слушая звук этой флейты, они вошли в какую-то пещеру, и Исааки попросили меня собрать цветов. И в то время я слышал какие-то… «Потом я слышал, что Вы меня зовете, и зачем Вы меня сюда переместили?» И таким образом Шетчатани Махапрабу плакал, и Шетчатани Махапрабу, он находился внутри Гамхири. И после этого он… Потом его находили где-то у океана. Он прыгал… Махапрабу, он оказался в океане, и и волнами его смыло, течением донесло до Канарка. И там по пути какой-то рыбак обнаружил Махапрабу в своих сетях. И он… этот рыбак случайно прикоснулся к Шетчатани Махапрабу. Он ничего не знал, но когда он прикоснулся, он… его тело, оно изменилось. И он стал… и этот рыбак, он испугался, и начал кричать, что это привидение, привидение. И тем временем Сифруб Гасаи и другие преданные, они… там мимо проходили и спросили, что случилось. А рыбак сказал, что не нужно туда идти, там привидение, а где привидение, мы хотим увидеть его. И в то время Сифруб Гасаи, он очень умен был, он понял, что что-то случилось. И Сифруб Гасаи сказал, что мы хотим видеть это привидение. И когда они пришли, они увидели, что Шетчатани Махапрабу, он там в сетях этого рыбака из Сифруб Гасаи, они забрали Махапрабу с собой и начали совершать Харинам Санкиртан, потом Махапрабу. Он очнулся когда, то они забрали его назад. И таким образом, Бхагаван Шри Кришна, он являл так своей дилой. И иногда Махапрабу бежал к Гавадхану. В Пури там есть Чатак Парват, он Гавадхан олицетворяет. И вот Махапрабу, он бежал на Чатак Парват. И когда он быстро бежал туда... А почему он туда побежал? Поскольку он услышал Гита Гавинду. Кто-то пел Гита Гавинду и Шетчатани Махапрабу. Он хотел обнять того предного, который поет. И Махапрабу, он из-за приполняющего чувства любви, он побежал туда. Но Гавинда начал кричать, о Прабу, о Прабу, это Матаджи, Матаджи поет. И Махапрабу, он когда услышал то, что кричит ему Гавинда, он остановился. И он стал очень тяжелым. И Махапрабу дальше уже не мог двигаться. И потом он вернулся назад. И те преданные, они опять начали совершать Харинам Сангертан. Махапрабу вернулся в свое нормальное положение и сказал, что, о Гавинда, ты сегодня спас меня. Иначе, если бы я прикоснулся к женщине, к этой Матаджи, то я потерял бы свое саньясу. Очень опасно. И я благодарен тебе. И таким образом, один за одним случаем, мы можем видеть, что Шачатани Махапрабу, он хотел, я имею в виду Бхагаван Шекришта, он хотел получить, вкусить вкус своей сводости. И о Прама Виварте, Шварупгаса и Райрамананда. Они помогали Махапрабу всегда. Да, и когда различная Бхагава являлась в Махапрабу, то в то время они… И вот Рай Махашан говорил Харикатху о Сарабдамаде, он совершил Киртан в соответствии с его… желанием. И преданные Бенгала, когда они встретились с Махапрабу, Махапрабу, он говорил, что вы пришли издалека, из Бенгала. Но я не знаю, что случилось со мной. Я не могу петь, танцевать с вами. Рансье делал это. Но последние 12 лет он внутри Гамбхиры, он находился только внутри Гамбхиры. И в Прама Виварте говорится, что когда Джагад Ананда пандит, он… Какая же Сварупа Джагад Ананды пандита, он с Сатьябама. И вот с Джагад Ананды пандитом, с Гададхар пандитом. Прама Виварта, она всегда происходит там, и одна из особенностей Гора Лилы – то, что в Горы Лиле можно найти все смешанное. А в Кришна Лиле можно видеть Сварупа Госвами, Санатан Госвами, у них есть своя Сварупа. Но в Горы Лиле можно найти все вместе, как Мурари Гупта, он из Рама Лилы, например. И это тоже великолепие Гора Лилы. Мурари Гупта, например, он олицетворение Ханумана. Сарабама Бадачари, он Брихаспати. А Джагад Ананда пандит, он Сатьябама. И в Горы Лиле все личности с разных Лил, они вместе находятся. Вишну Приятови Лаксми Приятови. Лаксми Приятови – она сама Лаксми рука у меня. Вишну Прияятови – Бхуш-акти. И у них нет права быть во Вриндаване, у них нету сварупы во Вриндаване, как у Садибама, например, или еще у кого-то. И вот Гора Лиловна тем великолепна, что признаны с разных лил там находятся одновременно. И я могу много других примеров привести тех, кто участвует в Горой Лиле, но у них нет сварупы во Вриндаване, Лиле. Но в то же самое время Рупа, Санатана, Гапал, Бата, Гасвами, Джива, Гасвами, Патта, Кришна, Даскавра, Гасвами, у них есть сварупы, их во Вриндаване. И еще читание Махапабу, он хотел дать какие-то особые возможности каким-то определенным, каким-то приданным. Как Лакшмина до сих пор совершает Тапасеву в Белване, но она не смогла получить доступ к Кришна-Лилу во Вриндаване. Сатья Бама, он Джагатананда пандита, он очень любил Махапабу, и иногда случалось, что Джагатананда, он хотел организовать особые удобства для сочетания Махапабу. Поскольку Махапабу, он саньяси, спит на полу и принимает там авинеты раз в день, нету никаких удобств, ничего, вообще ничего нету. И Джагатананда пандит отправился в Бенгалу, и оттуда он принес какое-то аюрведическое масло, чтобы мазать его на голову, поскольку Махапабу, он иногда был очень, как сказать, уставший. И Джагатананда пандит, он отправился в Бенгалу, и когда он вернулся назад, он с собой принес бутылку аюрведического масла, и он хотел нанести это масло на голову Махапабу, и дал это масло Говинде, сказал, что Говинде, сохрани это масло, и каждый день наноси это масло на голову Махапабу, поскольку Махапабу устает, и это поможет ему. Но когда Говинде сказал, что Прабу Джагатананда принес масло аюрведическое из Бенгала, он хочет, чтобы я наносил это масло на вашу голову, чтобы... И тогда Махапабу очень разглядывался, да, давай мне это масло, и сейчас я его использую. И если буду... точнее, если я буду пользоваться этим маслом, то все люди будут говорить, что я дарю саньяси, ложные саньяси. И как я могу пользоваться этим маслом, я саньяси, у меня нету права использовать масло. И еще Читани Махапабу, он так... Он так отказался от этого масла. И Сарабама Батачарья, когда узнал, что Господь не... А, точнее, этот Джагатананда, когда он узнал, что Махапабу не собирается использовать его масло, которое он принес, и Махапабу сказал, о, Джагатананда, ты так много трудностей перетерпел, пока нес это масло с бенгала, но я саньяси, это ароматное масло, я не могу использовать ее, прости меня. И Джагатананда, что он сделал? Он взял эту бутылку и разбил ее, и все масло оказалось на полу. И Махапабу, он, Джагатананда, он зашел в свою комнату, закрылся, и три дня не выходил оттуда. Махапабу звал его, но он не выходил из этой комнаты. И вот три дня, он, Джагатананда, не выходил из этой комнаты, и в итоге, в сочетании Махапабу, он был вынужден пойти к Джагатананде, попросить его открыть дверь, извинился перед ним и сказал, что я пошел на океан, принимать омовение, и когда я вернусь, я приду и приму прасад. И вот Махапабу сказал Джагатананде, что он пойдет принимать омовение на океан, и потом хочет принять просад, приготовленный Джагатананде. И вот Джагатананда, он сразу вышел из комнаты и пошел готовить для Махапабу. Когда Махапабу пришел, он сказал, что, Джагатананда, ты был очень зол, но теперь твоя готовка, она подобна нектару. И вот Джагатананда из банановых листьев однажды сделал какой-то матрас для Махапабу, но Махапабу не принял его матрас. Вот Гадададар Пандит, он всегда... Гадададар Пандит, protons и отслeh И вот однажды в Валабачаре пришёл, в Валабачаре хотел получить дикшу от Ганатар Пандита, но без разрешения Махапрабу это нельзя было сделать. Если бы он хотел получить дикшу или харинам без разрешения, Махапрабу нельзя было сделать, а Махапрабу иногда шутил с Гадахаром, чтобы проверить его чувства. И таким образом Брама Виварта она так происходила. И в Читани Читамрите говорится вот эти слова. Это очень важные слова. Они о том, что иногда Махапрабу во время Ратхаятра, например, Махапрабу являл особую милостью. В Писаниях Джива Госвами говорится, что Махапрабу являл такой милостью, что люди не знали, что Махапрабу даровал им свою милость. Как, например, перед храмом Джаганатха Махапрабу явил такую бабу, как Радхарани. Он явил Радхабабу, и там из Куракшетры Радхарани хотел забрать Кришну и вернуться во Вриндаван. Он, то есть, это баба Радхаятра. И в то время Махапрабу танцевал с Рада-бавой и с Рамбома Абатачарья, и Раджа Пратапарудра. Они смотрели внимательно. Но не все могли видеть, что Махапрабу танцевал в семи группах одновременно. Но далеко не все могли это видеть. Махапрабуд танцевал в семи различных группах, но это его великолепие. Не все видели Сарабхома Батачарья, Сарри Пратапарудра, еще кто-то, как Махапрабуд танцевал в семи разных группах одновременно. И получить такую милость практически невозможно. Нигде нет свидетельств такой необычной милости. И царь Пратапарудра, он хотел получить милость от Шичи Тани Махапрабу, но царь Пратапарудра, он был царем для Саньяси, запрещено встречаться с разными царями, женщинами и прочими. И поэтому Махапрабу, хотя Рай Махашу и Рай Рамананда и Сарабхома Батачарья, они просили Махапрабу, что он великий, преданный, ты можешь благословить его, но Махапрабу сказал, что смотрите, он царь, я не могу встретиться с ним. И таким образом, когда царь Пратапарудра, он его избегал, но когда царь Пратапарудра захотел оставить царство и принять Саньясу, он решил, что если не получи милость от Махапрабу, я оставлю свое тело. И тогда преданные организовали такой план, что смотри, ты можешь сделать так, что во время Ратхаятры Махапрабу может пойти в Джаганатхывалабхауден, тот сад, где отдыхал Махапрабу. И после того, как Махапрабу будет петь и танцевать, он пойдет и отдохнет в этом саду, а ты тем временем можешь пойти туда, но в обычной одежде, не в царской. И так скрытым образом ты можешь пойти и петь вот этот киртан из Расапанчадьяи. Ты можешь пойти и петь этот киртан, и царь Пратапарудра, он послушал их совета, он поменял одежду свою, простую одежду, пошел туда и начал мастеровать стопы. Сочетание Махапрабу и петь этот киртан, и когда Махапрабу, Махапрабу, он всезнающий, он знает все, но все же, не спрашивая, Махапрабу обнял его и сказал, что ты так много отдаешь мне, а я ничем не могу отплатить тебе, и поэтому я тебя хотя бы обниму. И таким образом он обнял царя Пратапарудру, и Рай Рамананда также. Только среди читания Махапрабу, он дал нам такое ограничение, что мы не можем получить доступ в Рагану Габаджан, если мы будем делать все, что хотим. И поэтому Махапрабу, он наложил ряд ограничений. Как пример с Калакришнадасом, Калакришнадас, когда он отправился в Южную Индию, там, это, я завтра буду обсуждать тот случай, и Маленький Харидас также, Маленький Харидас, он всегда пел и танцевал вместе с Махапрабу, но что случилось, очень запутанный случай. Однажды, этот Маленький Харидас, он его отправил в некий Багавандас. С Баранагара, с Калькутт он происходил, и вот Багавандас, он организовал просад для Махапрабу, пригласил Махапрабу на этот просад, и отправил этого Маленького Харидаса пойти к Мадави Давидасе и попросить килограмм риса-риса. И после этого этот Маленький Харидас пошел туда, забрал рис, и его приготовили для Махапрабу, но после этого Махапрабу был приглашен, он принял просад, и после того, как Махапрабу принял просад, он сказал, такой прекрасный рис, откуда вы его взяли? И ему сказали, что попросили у Мадави Давидасе, а кто пошел просить этот рис? Вот Чотра Харидас пошел просить этот рис, и Махапрабу ничего не сказал, и когда он вернулся в свой Баджан-куртир, в Гамхиро, то Махапрабу дал наставление Говинде. О, Говинда, с сегодняшнего дня мои двери закрыты для Чотра Харидаса, для Маленького Харидаса, не позволяй войти ему сюда, и все были озабочены, почему так случилось, и потом что-то Харидас начал поститься, что я сделал, какая проблема, никто не знал, и все преданные, они просили Махапрабу, пожалуйста, прости его, что случилось, мы не знаем. И Махапрабу сказал, я не могу контролировать себя. Если я вижу, что кто-то, находясь в отреченном укладе жизни, стремиться к общению с женщинами, джи-шу-санге, я не могу, как сказать, я не могу ничего больше сделать. И если вы его позволите, то я сам уйду. И потом Чотра Харидас ждал год, год, и в Гаудии я нашел объяснение тому, что в сердце Чотра Харидаса возникла какая-то, в общем, какая-то проблема была, но не с Мадави Дивидаси, она пожилая была, и были личной спутницей Шимати Радхарани, она была. Был там кто-то еще, кто-то еще там был, там была еще одна женщина какая-то, и Чотра Харидаса, он привлекся к ее. И вот Махапрабу, он хотел наказать Чотра Харидаса для того, чтобы дать нам урок, и через год этот Чотра Харидас не был прощен Махапрабу, и в итоге Чотра Харидас оставил это место, отправился в Валахабад на слияние Ганги-Ямуны и Сарасвати, и он прыгнул в реку, эту реку, и утонул на слияние трех рек. И через долгое время Махапрабу однажды спросил у Говинда, что там случилось с Чотра Харидасом. И вот когда он уже оставил тело, Махапрабу спросил, что случилось. И Говинда сказал, что Прабу не дал ему никакой милости, и он отправился в Валахабад и оставил свое тело на слиянии трех рек. И Махапрабу сказал тогда такие слова. Те, кто... Такое наказание неизбежно для тех, кто, будучи отреченными, стремится к общению с женщинами. И он улыбнулся Махапрабу, и все. И однажды, когда сочетание Махапрабу, Райрамананда, Сарапгаса и все остальные, они шли на океан, то в то время Сарапгаса и другие преданные обнаружили, что какой-то прекрасный киртан откуда-то слышен. Откуда? И тогда все преданные сказали, это очень похоже на то, как Харидас поет. Может, Харидас оставил тело, стал привидением и вот поет там, но Сарапгаса и сказал, нет, это невозможно. Маленький Харидас не может стать привидением. Почему? Поскольку у учета Харидас, он с обедом, он был непоколебим в обретении вечного служения Махапрабу, и поэтому он оставил свое тело, и всю жизнь он совершал служение, сочетание Махапрабу. И, может, какая-то проблема случилась, но привидением он не мог стать. Он стал Гандхарвой. Гандхарвой. Те, кто поют и танцуют на высших мирах. И так он в тонкой форме пришел и пел для Махапрабу. Некоторые говорят, что Махапрабу наказал его, а другие говорят, что если он совершил ошибку, то это, может быть, было желание Махапрабу, чтобы стать мильным камнем на нашем пути, чтобы мы не совершали таких ошибок. И Чета Харидас, он спутник Махапрабу, и Махапрабу хотел дать пример для нас через него. И поэтому он сделал так. И Сваруб Гасай, он лучи из ведантистов, и когда Рупа Гасвамепат отправился в Пуршоттандаму, то из Гриндавана, то там Рупа Санатана, они все жили с другим Харидасом. Они думали о себе, что они падшие души, у них нет права входить в храм Джаганатха, даже нет права ходить через главную дорогу, поскольку иногда пады ходят там, мы можем прикоснуться к ним, они совершают служение Джаганатху, и могут оскорениться. И вот Рупа Санатана Гасвами, они являли такое смирение. И когда они были в Пуре, в Нила Чалдаме, они жили с Харидас Такуром, и все время совершали баджан. И все читания Махапрабу, когда приходил навестить их, Харидас Такуро никогда не ходил в храм Джаганатха, но все же Махапрабу говорил, каждый день вы можете смотреть на чакру Джаганатха, и я каждый день буду приходить и встречаться с вами. И Махапрабу каждый день приходил, утром после Даршина Джаганатха, он когда возвращался в Гамхиру, он заходил к Харидас Такуро. Каждый день это случалось, он приносил брасат ему, и Рупа Санатана, они также жили там. И однажды Рупа Гасвами Патв, не было его там, и Рупа Гасвами написал что-то на листе, и на крышу положил. Махапрабу пришел со Сваруп Гасвами, Рай Раманандой и другими, и вошел в их Бхаджангуте Харидас Такуро. Он увидел Сварупы, нету там, но смотрит, лежит надпись, какая-то записка, скажем так. Он прочел это, и Махапрабу, он был очень удивлен, где же Рупа, и Махапрабу с Рай Раманандой был там, и он сказал ему о Рае, о Рае Махашуи, «Можешь ли ты сказать, как он мог описать чувства моего сердца, как он мог это сделать?» И Рае Махашуи сказал, «Он может объяснить чувства твоего сердца, потому что он получил полную милость от тебя». И Рупа Гасвами написал, поэтому так Рупа Гасвами, он написал Расататтву и прочие остальные писания, и Махапрабу раз за разом можно видеть, Махапрабу являл различные бхабы, и здесь также он начал, Махапрабу являл различные чувства, различные бхабы. Вопросы какие-то есть? Махапрабабу я стал initially процедуристы, Да, это Мадами Девитаси. Сикхи Майти, он истинный персонал Чайтанамату. Сикхи Майти, его женой, очень молодой женщине. Сикхи Майти. Сикхи Майти, он лично. Нилахов Рам, он лично социальной в Чайтанамату. Сикхи Майти и Мадами Девитаси. Мадами Девитаси – Радаван Игам. Сикхи Майти, Радаван Игам. Сикхи Майти. Вопрос, кто такие три с половиной ближайших спутников, спутников Махапрабу, вот мы хорошо их перечислять. Сикхи Майти и Мадами Девитаси. Сикхи Майти. Сикхи Майти, Радаван Игра. Сикхи Майти, Радаван Игра. И вот про Махапрабу вопрос. Есть точка зрения, что Махапрабу только Бхаву от Радхарани принял. Вопрос по предыдущим темам. Я говорил Бхава и Сварупа, они не раздельны. И если для Кришны было бы возможно забрать Бхаву, взять Бхаву Радхарани, почему он это не сделал во Враджа Лиле. Когда вы берете чью-то Бхаву, то Сварупа, форма она тоже будет, поскольку они не раздельны. Бхава – это выражение Сварупы, формы. И когда сочетание Махапрабу Кришна, он захотел вкусить вкус, что-то он хотел узнать, что чувствует Радхарани по отношению к нему, то Кришна был вынужден принять не только чувства, но и форму Радхарани. Поскольку бес – это подобно тому, как… Кришна и Радхарани, они присутствуют в Махапрабу, и поэтому Махапрабу уникален. Другое, когда Радхарани совершала лилу, совершая, точнее, лилу во Враджа Даме, то тогда, когда Радхарани совершала эту лилу, то такое… Выражение Маданака Бабы, оно не было выражено в то время Курма. Радхарани приняло форму Курмы, черепахи. Но это не то было. Кришна Дадская Вираджа с вами говорит, ни в каких шастрах это не описывается, поскольку Радхарани и Кришна – они оба в Махапрабу. И я уже говорил о том, что Радхарани – это сварупшакти Кришны. Пытайтесь понять. И это обязанность сварупшакти даровать полное удовлетворение Кришне. Это единственная обязанность сварупшакти Радхарани – дать полное наслаждение Кришне. И когда Радхарани вместе с Кришной в одной форме, то Радхарани, она хочет дать… Кришна хотел узнать, что чувствует Радхарани к Кришне. И когда они являются в одной форме, то их чувство уникально. И вот Радхарани, она, будучи в одной форме с Махапрабу, она хочет дать ему такой вкус, который никогда не было прежде. И без Ашрая Виграхи Кришна не может наслаждаться. Почему Кришна принял форму? Я имею в виду чувство и форму Радхарани. Он принял, почему? Поскольку… Виша Виграха не может получить вкус Ашрая Виграхи. Чтобы это получить, нужно принять ее форму. У Махапрабу основная бава, это доминирующая бава, это Рада Бава. И вот как Радхарани… Все чувства… Двое, это просто… Панчали Радхарани, и довольно так, Радхарани. Кришна, как и ваше, Ашрая Виграхи Кришне. Он говорит, что… Я просто же радхарабабва принимался и тогда я принял это. Но это не возможно для меня получить это. Какое чувство чувствует Радхарани и для того чтобы Кришна хотел узнать это, и поэтому Он Он принял форму и настроение Матерь Адхарани. И иногда Радхарадзе кричит, что происходит? Четану Маху Химса, брата, иногда Радхарадзе кричит Радхарадзе, это Одируду Бхава. Махаш объясняет про бхавы и запутанную. Однажды, когда Кришна ушел из Раса-лилы, то… Когда Кришна ушел, то гопи они потом решили являть Кришналилой уже. Одируду Бхава. Какая-то гопи стала Путаной, какая-то Кришна и прочее. То есть они гопи, но не… Четану Маху Химса, Радхи, 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 поэтому вы можете подумать, что Четану Маху Радхавадзе, но сейчас Одируду Бхава. Я очень рада. Сейчас я беру, и я всегда спрашиваю, чтобы держать Радхавадзе. Вот так. Гопи-гопи. Один раз. Четану Махапа говорил о гопи-гопи здесь, в Нахатикриле. Некоторые студенты хотели победить его, когда Махапа сказал, «Почему вы говорите о гопи-гопи?» Срик Кришна. Однажды, когда Махапабу, будучи в Народипи, в начале своей рилы повторял имя Гопи, то какой-то его ученик сказал, что что-то делаешь, нужно Кришны имя повторить. Но Махапабу разозлился и хотел побить этого ученика своего. И... Прошломайо, в этом году, есть одна вещь, и... Прошломайо, Прасадайо, Кришну, Токтор Игорь, и Токтор Игорь. Кришну, и другой басан-тарас. Игорь, я могу говорить сегодня... Да, я не могу говорить. Ой, сложный тут... Вы понимаете эту точку? Я попробую. Нет, вы должны понимать, а то есть... Некоторые люди говорят, что Кришне имя. Нет, Кришне не... Не, он не поднялся... Это не как... Два метода. Два метода, не... Нет, он не поднялся... Материальное представление не может стоять на пути к абсолютной истине. Я уже говорил вам, что в этом материальном мире нельзя видеть шахти. Если у вас есть сила какая-то, то ее нельзя видеть отдельно от вас. Но в трансцендентном мире можно видеть как шахти, так и шахтимана. То есть просто материальным умом далеко не все можно понять. Как Рай Рамананда, он мог видеть, что происходит. У нас есть свидетельства Рая Махашей. Он видел, что Радагамиды, они отдельными личностями были, а потом они объединились. Это не какая-то пустая философия. Это видение Рая Махашая. В это не все могут поверить. Нужно совершать Харинам, совершать Баджин. И тогда, если у вас явится прямое чувство в вашем сердце, то тогда вы осознаете все. Вопрос, когда Махапрабху пришел с Нитянандой в дом какого-то... Мы слышали, как в Си Чи Танинху про Бабху с Энгри Витт. Нет, на Бабхе это... Речекти. Что такое? И этот причин уже речекти. Потому что он в Саньяси, видишь? Вопрос про Дари Саньяси, ложного Саньяси, которого Махапрабху встретил в Новодипе. Этот Саньяси как бы принял Саньяс, чтобы просто наслаждаться жизнью. А вопрос, если Махапрабху очень милостивящий, если он смог дать свою милость такому ложному Саньяси, почему он не простил Чета Харидаса? А, поскольку тот Саньяси был вообще не с Гаудья Сампрадая, непонятно откуда, почему он там вино пил. Явно не с Гаудья Сампрадая он. И вот Приндава Дастакова говорил, что Дари Саньяси Мадов Сампрадая и Махапрабху он хотел даровать свою милость. Но те, кто находится в отреченном укладе жизни, если они не лицемерны, то Махапрабху не может простить их. И вот завтра Харикатха с 10 до 12 будет здесь. Вопрос по Сиддабакулу. И кратко, однажды Махапрабху он хотел организовать праздник, фестиваль пир из манго. И вот он однажды взял семечко манго, посадил в землю, сразу же выросло дерево и смогли накормить всех преданных этим манго. В случае с Сиддабакулом Махапрабху чистил зубы этой палочкой, он посадил эту палочку, сразу выросло дерево из нее. И так по милости Джаганадха это все сохранилось. Однажды царь захотел срубить это дерево, но из него кровь пошла, и царь не смог срубить это дерево. Следующий вопрос, Гададхара в Кришна-лиликту. Я уже говорил, сварупа и Баба, она забрана с сочетанием Махапрабху, а... Гададха, он радхарани, но чувство и форма радхарани, она забрана уже Махапрабху, и то, что осталось, он есть Гададхарани, это Канти, а Канти это сияние, радхарани это Гададхардац. А Радхарани, когда Баба и Сварупа уже Махапрабху, Кришна забрал ее. Гададхарпанды. Гададхарпанды. Но мы не можем сказать, что Гададхарпанды становится меньше. Гададхарпанды. НО! Я уже говорил, пурноса, карно,asta, Гададха, заусловно! И вот этот факт, он рад хранить, но хотя Баба и Сварупа уже, Кришна забрал ее, но в то же самое время она осталась. И поэтому Гадатар Пандит это не половина Радхарани, а полное Радхарани. Нужно следовать полностью Гуру Вашнавам, если мы будем пытаться материальный ум использовать для понятия, для того, чтобы понять Гуру Вашнавам, то этого мало нужно повторять Харинам, искренне совершать баджан, и тогда вся истина, она явится в вашем сердце. Продолжение следует...